Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и рада вас приветствовать. Сегодня мы будем говорить о проблемах взрослого льва, которые родом из детства, которые были внушены родителям, если они неправильно воспитывали ребенка. Оттуда искалеченная судьба взрослого льва. Так что обратимся в детство босоногое, выясним, как надо было правильно воспитывать и что из этого может получиться. Но прежде чем я перейду к этой теме, великая благодарность всем, кто поддерживает канал, кто не бросает меня в военное время, кто дает мне веру в завтрашний день, вам величайшая благодарность, не все реквизиты на мое имя, но я не везде могу открыть сама расчетные счета. Поэтому спасибо, что вы как бы поддерживаете меня и что есть добрые люди, которые собирают для меня эти средства. Далее подписка. Нажимайте пожалуйста на колокольчик, а после колокольчика на позицию все. Тогда уведомления о выходящих видео вас точно найдут. Ну и помните, что на канале более 2000 видео, они размещены в плейлистах. В этих плейлистах больше 200 видео к каждому. Так что милости прошу и корма имени, и уроки астрологии для начинающих, и занимательная астрология, и кулинария, масса всякого интересного, где мы можем встретиться и обменяться опытом. Так что милости прошу к нашему шалашу. Ну а теперь возвращаемся непосредственно к теме, с которой встречаемся. Итак, детство маленького льва. Маленький лев, как правило, выглядит здоровым, счастливым, энергичным малышом, у которого все ладится совершенно, и ему все нравится, замечательно и прекрасно. Но ровно до тех пор, пока ему все нравится, то, что с ним происходит. Если что-то идет не так, громкий рев оглашает окрестности, и плач этот будет бесконечный, потому что смириться с тем, что кто-то стал на пути его желаний, львенку исключительно сложно. Поэтому, как говорится, если все идет не по его сценарию, он не только будет плакать, но еще наращивать этот плач для того, чтобы достучаться до сердца родителей, которые откровенно не желают прислушиваться к его желаниям. Вообще, настойчивость, лидерские качества проявляет ребенок с самого раннего детства, но тем более, когда он уже начинает осознанно входить в детский коллектив, однозначно львенок считает, что все лидерские права принадлежат только ему, поэтому всячески отстаивает свое место под солнце и может быть даже исключительно дрожь левым, если кому-то явно его властвование не идет на пользу и человек отказывается от этой позиции. Поэтому в данном случае львенок начинает даже распускать руки, чтобы, как говорится, прекратить бунт на корабле и чтобы его лидерские качества никто не оспаривал. Если не купировать эти позывы к жестокости и к установлению своей власти через силовые методы, то родители сильно подзапустят характер львенка. Но тут нельзя на него набрасываться, нельзя его уколотить встречно за то, что он на кого-то поднял руку. Нужно проводить душеспасительные беседы по типу того, что он сильнее других и, соответственно, должен быть мягче, добрее, наоборот, защищать, а не обижать тех, кто, собственно говоря, рядом с ним. И заниматься этим поступательно и внушать эту мысль о том, что благородство души человека не в силовых методах, чтобы все признавали его лидерство, а лидерство отстаивать за счет добрых поступков, за счет поддержки окружающим, за счет благородства души. Это очень важное мероприятие с львенком, когда вы ему будете это разъяснять и внушать. Поверьте мне, именно эти душесчипательные беседы и являются залогом правильного формирования характера будущего взрослого человека, который всегда будет помнить, что благородство души ценится гораздо выше, чем силовые методы. Так что внушение, что он должен быть мягче, дружелюбленнее и ответственнее по отношению к другим людям, это очень важный момент в воспитании ребенка-львенка. Воспитывать его достаточно сложно, потому что он высокомерен по праву своего рождения, изрядно тщеславен и все это, собственно говоря, прослеживается еще в самом раннем детстве. Страшный любит похвалы в свой адрес, категорически не приемлет всевозможную критику или попытки уличить его в том, что его поступки не очень благоприятны. У него абсолютно присутствует врожденная гордость, с которой он живет, и восхищение и почитание, которое ему необходимо уже в самом детстве, распространяется на родителей, которые должны его обожать, им восхищаться, его поддерживать. Для него это жизненно важно. Но тут, конечно, дорогие мои друзья, тоже надо иметь какую-то грань, потому что воспитательный процесс, это не только по шелковой шерстке, так как нравится нашему льву. Если он не прав, то, конечно, ему надо это разъяснять и объяснять, приводить примеры, тона не повышать, не пытаться его оскорблять и унижать, поскольку в данном случае это зацепляет его самолюбие, которое у него от природы развито достаточно высоко. И ваши оскорбительные замечания это не пустячки для него, а раны, которые, собственно говоря, очень глубоко проникают в его сердце. И если постоянно его держать в униженном состоянии, то, соответственно, комплекс неполноценности, а также ненависти по отношению к всем людям, от которых всегда идут неприятности, как он считает, станет закоренелой моделью поведения. И во взрослой жизни этот угрюмый, озлобленный, мстительный и пускающийся на всякие подлости лев, к сожалению, львиной стаи славы не сделает. Это безусловно. Но, к сожалению, это тоже издержки родительского воспитания, которые слишком считали, что надо сразу ставить на место, укорачивать и не забыть еще кличку какую-нибудь присобачившись к этому процессу, чтобы доходила быстрее ситуация до сердца, до печенок. Но вы считаете, что она дошла и сковеркала судьбу взрослого человека. В ребенке льве много энергии. Конечно, это не ртутный шарик по типу близнецов, но тем не менее он смелый, отважен, быстрый, мощен, везде успевает, везде успевает сверкнуть. В общем-то, родителям надо всегда присматривать, куда понесло их ребенка и чем он собирается восхитить толпу, не стоит ли он на узком бордюре, с которым можно сверзиться, чтобы услышать рукоплескание окружающих и прочее. Потому что для примера, для пафоса эти дети могут пойти на многое для того, чтобы удивить, услышать восторг со стороны окружающих, но не все действия заканчиваются мирно. Иногда это травмоопасные истории, которые, собственно говоря, желательно, конечно, оккупировать и знать, чем занят ребенок, куда он пошел. Но ребенок этот бодрый и подвижный. Но периоды повышенной активности у льва, как правило, сопрягаются с периодами откровенной линии, которую он себе позволяет. Эту линию категорически нельзя поощрять, тем более делать ее так, да ладно, пусть поленится, ничего страшного и прочее. Если Ле поймет, что лениться ему можно, и можно этим заниматься бесконечно, то во взрослой жизни это превратится в ленивого тирана, который будет требовать, чтобы все вокруг работали, а он величественно будет возлежать на диване и всем раздавать тачки и сколько кому чего нужно сделать. Поэтому это тоже не очень хорошая история, потакать детской линии, когда ребенка нельзя ничего заставить сделать. Тогда переводите стрелки на игру, на какую-то занимательную историю, но дело, которое вы ему наметили, должно быть выполнено безусловно. Истерики и крики по типу, иди делай, я тебе сказала, иначе я сейчас ремням тебе сыплю, на льва не производит никакого впечатления. Он стоически воспримет ваш ремень, переживет эти глумления, озлобится, и ничего хорошего из этого не выйдет. Так что ищите другие методы. Помните, пожалуйста, что при воспитании льва, даже уважая его собственное я и прочие истории, которыми он носится, собственную личность и прочее, все-таки нужно применять и кнут, и пряник. Только кнут не должен быть физическим наказанием, но ни один поступок, который вам не нравится, и вы считаете его неправильным, не должен остаться без дополнительного обсуждения, без того, чтобы не вынести на гора любого, что он сделал что-то неправильно и неверно. Потому что самоуверенный, вседозволяющий себе лев, это тоже исключительная гадость со взрослой жизни, которая берегов не видит, унижает, оскорбляет, глумится над окружающими, попытается тиранствовать и всеми командовать. Это тоже, к сожалению, модель, которая получается у очень залюбленных львов, которым все позволялось, над которыми размахывали крыльями, потакали им всячески. Ну вот в результате выросло такое диво. Потому что быть самовлюбленным у льва это заложено от природы, а если еще со стороны поддать жару, так получается, что этот человек вообще никого не склонен будет слушать, кроме себя любимого. И эгоизм его будет выше всяких небес. Поэтому этого тоже допускать категорически нельзя. Здесь надо и журить, и поддерживать в равной степени, не заступая за грань, за которой начинается уже откровенный фанатизм. Запомните, пожалуйста, что только из тех львов, которых научили выноситься не только с собственными прихотями, но и иметь в виду мнение окружающих, вырастают самые очаровательные, самые благородные, самые щедрые души люди. Этого знака. Все остальные, к сожалению, относятся к перегибам неправильного воспитания отсущего тирана-эгоиста до забитого льва, который не верит в собственные силы и всех за это ненавидит. Это тоже издержки глупости, которые позволяют себе родители. Так что нельзя залюбливать до смерти, но нельзя и ломать также до смерти, потому что если гордость ребенка льва в детстве сильно пострадала и его постоянно унижали, оскорбляли и наказывали, то из него вырастает тихий, забитый человек, которому во взрослой жизни делать совершенно нечем, потому что он беспомощен, всего на свете боится, от этого еще больше раздражен и, собственно говоря, пытается поднять свое либидо за счет унижения окружающих. В общем, ничего хорошего из этого не выходит. Это следствие как раз вот такого несчастливого детства, которое мы сейчас так тщательно изучаем. И лень, нежелание что-либо делать у львов, к сожалению, развито достаточно сильно. Это не из тех детей, которые с удовольствием бросятся мыть полы, помогать родителям, носить мусор, создавать всякую суету вокруг домашнего быта, как они там трудятся и прочее. Бытовые вопросы льва, к сожалению, не увлекают. Поэтому и здесь тоже должна быть воспитательная работа, потому что львы взрослые, которые ничего не делают дома, не помогают и не считают нужным даже озабочиваться этим вопросом, это плохо воспитанные дети львы, которых не приучили к тому, что домашние дела это всеобщее дело всей семьи. Их участие в этих делах тоже должно быть. Поэтому смело могу сказать, что это нужно воспитывать эту черту, она пригодится в взрослой жизни у ребенка. Но само собой, так сказать, броситься на помощь родителям и разделить с ними тяготы на бытовых вопросах, у львенка вряд ли ему даже на голову это придет. Единственное, к чему у них действительно стоят руки и удовольствие, которое они получают, это украшательство дома. Например, нарядить новогоднюю елку с удовольствием мальчик это будет делать, а девочка может серверовать стол для того, чтобы все выглядело безупречно, красиво и сверкало, делать это с удовольствием. Вот такие вот украшательские вещи льва увлекают. А монотонный, рутинный труд в виде надраивания каких-то кастрюль и тарелок у него не вызывает никакого эстетического удовольствия. Ну а что касается школьных дел, то учителя часто используют львов в виде помощников своих школьных, потому что, в принципе, на него всегда можно положиться. Это лидер, безусловно, и он всячески будет способствовать тому, чтобы доверенная ему часть работы была выполнена безупречно. Поэтому в виде совдейчиков и помощников львята очень в школе пригождаются в помощь, так сказать, учителям, которым нужно, чтобы какой-то фронт работы был на классных плечах, и обязательно кто-то за этим присматривал. Львята в этом плане безупречны. Если нужно подготовить какое-то выступление или вечер, львята тоже необыкновенно креативные, знают, как украсить, что сделать, как все подать. В данном случае принимают длительное участие в подготовке. Так что и здесь их можно использовать по полной программе. У них всегда много энтузиазма, веры в собственные силы, но и умение сплотить вокруг себя коллектив, что тоже немаловажно. Что касается учебы, я мог бы учиться лучше, если бы не приступы лени, которые периодически на него нападают. А так, в принципе, ум его отстер, материал он хватает достаточно быстро, выглядеть хуже, чем остальные, ему совесть не позволяет, и его, так сказать, великолепие, которым он живет на белом свете. Поэтому учеником мог бы быть первым, если бы лень не родилась раньше него. Как правило, блистают на тех предметах, которые им особенно нравятся, и которые выучить достаточно легко. Там, где возникают осложнения и трудности, эти предметы, как правило, не вызывают никакого удовольствия, и, как правило, бывают запущенными, к сожалению. Поэтому еще с самого детства надо выращивать в маленьком льве те качества, которые будут бесценны для взрослого человека. Трудолюбие, ответственность и умение доделать дело до конца. Без переключения внимания на более веселые, побочные истории, которые уводят от основного процесса куда-то в дебри. Так что трудолюбие и прилежание это те вещи, которые воспитываются еще в детстве и крайне нужны во взрослой жизни нашему льву. Кстати, если уязвить его тщеславие и посрамить, например, его за неуспеваемость присутствия окружающих, это оказывает неизгладимое впечатление на разнервированного льва и заставляет его всячески подтягиваться самолично для того, чтобы не выглядеть бледно на фоне других. Потому что увезенное тщеславие иной раз его подстегивает к тому, чтобы выровняться и больше не позориться. Так что этот метод учителя знают. Главное тут не перегнуть палку и не переходить на личность. Вообще ребенок львы достаточно требовательный. Он требует от родителей красивых вещей, дорогих игрушек, ценных каких-то подарков. И, собственно говоря, многие считают, что с чем это связано, такая заносчивость, все лучше обязательно нам. Это не из-за любви к вещам и не из-за любви, так сказать, капризности своей. Не подчеркивается капризность в данном случае. Просто он считает, что он самый лучший, поэтому все самое лучшее принадлежать должно ему. По праву того, что он особый, вот такой, с особняком стоящий. И, по сути дела, для него это очень важный момент. И если он чего-то стоит в жизни, значит, самое красивое должно принадлежать ему. Такая сложная конфигурация его мышления. В данном случае это тоже нужно знать. Ну, а что касается еще. У льва есть маленький пунктик, у маленького. Он очень любит присутствие у себя карманных денег. Правда, зарабатывать себе эти карманные деньги, он ему на ум не придет. А вот выбрашивать у вас это вполне имеет место быть. И карманные деньги для него очень важны. Он, кстати, любит уже с детства серьезно потратиться, если у него эти деньги поднакопились. Удержаться от того, чтобы не потратить их, ему достаточно сложно. И вот это, в общем-то, желание растратить деньги, к сожалению, проходит и через юность, и через взрослую жизнь. В том числе, удержаться от того, чтобы не спустить все деньги до конца, льву достаточно сложно. Так что, в принципе, неплохо было бы еще в детстве ему объяснить, что режим экономии это, в принципе, правильный режим, если не хочешь быть постоянно банкротом. Ну, еще есть один нюанс, который сохраняется у льва на протяжении всей его жизни. Неизгладимое впечатление на него производит предположенный пол. Еще в раннем детстве, практически, в начальной юности лев может страстно влюбиться в какую-нибудь девочку и очень глубоко переживать, как трагедию, если отношения не зашли в тупик или не получились и так далее. Для него это рана очень глубокая. И родителям надо быть всегда бдительным, потому что подростки в момент не сложившейся несчастливой любви могут быть неаккуратными собственной жизнью в том числе и уходить в глубокий астрал в связи с этим. Поэтому доверительное отношение со львом это очень правильная история. Если вам удалось наладить это с детства, чтобы ребенок делился, вы вовремя ему окажете так сказать моральную психологическую помощь. Но то, что влюбляться рано, он начинает и интересоваться предположенным полом, это непременно. Впрочем, эта любовь сохраняется и во взрослой жизни в том числе и эта сторона жизни является ведущей, можно сказать, для этого знака, потому что как попало не хочется, нужно страсть, ответные чувства, эти переживания, состояние влюбленности, которым лев рвется со всем пылом своей душе и считает, что это абсолютно правильно и неважно, что это когда с ним произошло в глубоком детстве или у зрелого человека в душе заплывала любовь. Самое главное, что она есть. Дело в том, что лев живет с лозунгом «все окружающие должны наполнять меня эмоциями». А эмоции радости это в принципе вот почему лев любит все время праздники, он с удовольствием посещает утренники в детстве, потом какие-то молодежные клубы, которые ему подбрасывают возраст, потому что там общение, эмоции, радости, веселье, смех, ну а уж как эмоция любови это уже отдельно кухня, понятное дело, что это всем эмоциям эмоция, поэтому учитывая, что им нужно все время пылать и страсть их поддерживать, то безусловно, что и флюиды любви здесь очень высоко ценятся. Конечно, родители волнуются, отпуская ребенка в какие-нибудь общества, там сказать, в клубы и прочее, переживают, пытаются ограничить свободу, ты должен вернуться восток, это восток, это, боюсь, что со львом договором насчет урезания свободы у вас точно не получится, по той простой причине, что ограничение от свободы он переносит достаточно тяжело, и как бы вы не бились, все равно опоздает, все равно придет тогда, когда считает нужным, готов потерпеть от вас бурю эмоций, которые вы на него обрушите, в связи с тем, что он не соответствует тому слову, которое давал, но ведь вы сами его вынудили, а свобода для него очень важна, он имеет право, он считает быть среди своих знакомых ровно столько, сколько считает нужным, общаться с теми, с кого он считает важным и нужным в своей жизни, и ваши истерики его интересуют только постольку, поскольку он их не может не терпеть, поэтому он их терпит, но делает по-своему, в этом вопросе бывает достаточно своеволен, что выводят родители из себя, они приходят в полнейшее бешенство, но помните пожалуйста, что войну в этом смысле открыть можно, но добиться результата ульва бывает достаточно сложно, поэтому либо примите его ответственность за собственное поведение в те моменты, когда он бывает мне дома, либо все-таки попытайтесь спокойно договориться, силовые методы вам вряд ли помогут. Итак, мы посмотрели на детство наше босоногое в исполнении маленького льва и понятное дело, что на родителей ложится огромная ответственность в правильном воспитании львенка. Если вы подойдете к этому вопросу со всем тщанием и чтете ошибки, которые вполне могли быть произведены, то у вас в мир будет выпущено достаточно гордое, впечатлительное, приятное во всех отношениях существо, рядом с которым будет тепло, спокойно, тобой защитник, поддержка для более слабых и обездоленных человек, кристальных помыслов и таких же кристальных дел, которые он будет вокруг себя осуществлять. Если у вас выйдет жалкий лев с массой комплексов обозленный и готовый разорвать всех и каждого, то я боюсь, что вы его пережали, переломали, навесили ему эти ярлыки, испортили ему жизнь и вряд ли он за это вам скажет спасибо. А с вами была Елена.